В торговой войне нашелся исторический аргумент В торговой войне нашелся исторический аргумент США припомнили Китаю события на площади Тиньаньмень 3. Газета «Коммерсант» номер 96 от 5 июня 2019 года, СТР 6. Руководство США и ЕС выступило с осуждающими Китай заявлениями в 30-ю годовщину событий на площади Тиньаньмень Когда разгон демонстрации войсками привел к гибели, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек В ответ китайские официальные лица сообщили, что в 1989 году приняли правильное решение Подавив политическую нестабильность и обеспечив стране 30 лет успешного развития Внутри Китая при этом подходы к памятной дате сильно различаются В Пекине резко ужесточен режим безопасности, в Гонконге активисты организовали массовую акцию памяти На Тайване президент объявил о себя защитником демократии То, что американские власти не пройдут мимо 30-й годовщины событий на площади Тиньаньмень Было ясно заранее, пропустить такую возможность уязвить соперника по торговой войне Вашингтон не мог Мы выражаем сочувствие и симпатию семьям тех, кто до сих пор оплакивает погибших в тот день близких Заявил госсекретарь Майкл Помпио Все десятилетия после той трагедии мы надеялись, что интеграция КНР в международную систему приведет к построению там более открытого, толерантного общества Эти надежды рухнули С похожими заявлениями выступили глава европейской дипломатии Федерико Магерини и президент Тайвани Цаин Вэнь Последняя использовала момент во внутриполитической борьбе, напомнив на странице в Facebook Что несмотря на угрозы и подрывную деятельность китайских агентов, твердый знак Тайвань будет помнить о Тиньаньмени не склонится, пока она остается президентом В 2020 году Тайваню предстоят президентские выборы И, по опросам, госпожа Цай пока уступает своему конкуренту из более дружественной КНР партии Гамин Данери Кучу Китайская бойня за демократию Пришедший к власти Дэн Ся Пин, на фото, начиная с 1978 года, проводил серию реформ Направленных на внедрение рыночной экономики и политических свобод, что ослабило систему, укрепившуюся во время правления Мао Цзэдуна Фото, AP Часть интеллигенции и студенты положительно оценивали проводимые реформы, но считали их слишком медленными и недостаточными, требуя больших демократических свобод Они протестовали против коррупции, главным лозунгом стал, да да гуань да, долой продажных чинуш Существует версия, согласно которой студенты протестовали против капиталистической направленности и экономических реформ Дэн Ся Пина из-за сохранения социалистических завоеваний Мао Фото, AP, Сэйда Юки Миками После смерти генерального секретаря Хуябана из-за сердечного приступа в апреле 1989 года начались массовые демонстрации на площади Тиньяньмень Хуябан выступал за быструю реформу по примеру Горбачевской перестройки и против маоистских перегибов Студенты выступали за аннулирование приговора против Хуябана, в 1987 году исключенного из партии, а также за введение демократических свобод С точку зрения выступавших разделяли многие ведущие деятели КНР, в том числе и генеральный секретарь КПК Джао Дзияян Фото, AP, Mark Avery Демонстрация на площади Тиньяньмень 27 апреля 1989 года Фото, AP, Mark Avery На площади протестующие разбили лагерь, в котором оставались около месяца Спонсировал протестующих Джао Дзияян и его сторонники Требования протестующих были достаточно противоречивы Одни выступали против коррупции и требовали быстрых реформ Другие считали, что реформы и так зашли слишком далеко Кроме Пекина, выступления проходили также в Шанхае, Чунцине, Ухани Фото, Reuters, Bobby Yip, Files Так как протестующие перекрыли доступ к площади, предупреждение о том, что им необходимо закончить протестные акции, власти сбрасывали с вертолета Фото, Reuters За время акций протеста часть радикально настроенных демонстрантов измазала красной краской портрет Маа, висящий над воротами в запретном городе Остальные протестующие не поняли этих действий и передали радикалов властям для наказания В тюрьме демонстранты провели около 20 лет Фото, Reuters, Ednachtrieb, Files К середине мая 1989 года сотни тысяч протестующих находились на площади, объявив голодовку и требуя диалога с властями фото AP, Jeff Weidner Операция по вытеснению с площади началась утром 3 июня Сначала невооруженные солдаты были отброшены и не смогли войти на площадь фото AP, Mark Avery 3 июня поздно вечером в Пекин вошли армейские подразделения с танками, которые встретили вооруженное сопротивление Начались вооруженные столкновения фото Reuters, Arthur Tsang, Files Перед началом подавления армии и демонстрации все больше и больше людей прибывали к площади, чтобы остановить военных фото Reuters Протестующие поджигали танки и бронетранспортеры, делали из них баррикады, стремясь закрыть подступы к площади Всего демонстранты сожгли более чем 20 бронетранспортеров и других транспортных средств фото AP, Jeff Weidner На их действия солдаты отвечали стрельбой, а также били протестующих деревянными палками с гвоздями фото Reuters Участники демонстрации захватывали водителей танков и солдаты избивали их фото AP, Jeff Weidner К утру 4 июня площадь была освобождена от демонстрантов фото Reuters Точных данных о погибших и пострадавших в ходе зачистки площади тени Аньме нет до сих пор Оценки числа жертв варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч человек Фото AP, файл Точных данных о погибших и пострадавших в ходе зачистки площади тени Аньме нет до сих пор Пришедший к власти Дэн Сяпин, на фото, начиная с 1978 года, проводил серию реформ, направленных на внедрение рыночной экономики и политических свобод, что ослабило систему, укрепившуюся во время правления Мао Цзэдуна. В фото, АП, часть интеллигенции и студенты положительно оценивали проводимые реформы, но считали их слишком медленными и недостаточными, требуя больших демократических свобод. Они протестовали против коррупции, главным лозунгом стал «Дадагуаньда», «Долой продажных чинуш». Существует версия, согласно которой студенты протестовали против капиталистической направленности и экономических реформ Дэн Сяпина из-за сохранения социалистических завоеваний Мао. В фото, АП, после смерти генерального секретаря Хуябана из-за сердечного приступа в апреле 1989 года начались массовые демонстрации на площади Тиньяньмень. Хуябан выступал за быструю реформу по примеру Горбачевской перестройки и против маоистских перегибов. Студенты выступали за аннулирование приговора против Хуябана в 1987 году исключенного из партии, а также за введение демократических свобод. С точку зрения выступавших разделяли многие ведущие деятели КНР, в том числе и генеральный секретарь КПК Джао Дзиэян. Фото, АП, демонстрация на площади Тиньяньмень 27 апреля 1989 года Фото, АП, на площади протестующие разбили лагерь, в котором оставались около месяца. Спонсировал протестующих Джао Дзиэян и его сторонники. Требования протестующих были достаточно противоречивы. Одни выступали против коррупции и требовали быстрых реформ, другие считали, что реформы и так зашли слишком далеко. Кроме Пекина, выступления проходили также в Шанхае, Чунцине, Ухане фото, Мройтез. Так как протестующие перекрыли доступ к площади, предупреждение о том, что им необходимо закончить протестные акции, власти сбрасывали с вертолета. Фото, Мройтез. За время акции протеста часть радикально настроенных демонстрантов измазала красной краской портрет Маа, висящий над воротами в запретном городе. Остальные протестующие не поняли этих действий и передали радикалов властям для наказания. В тюрьме демонстранты провели около 20 лет. Фото, Мройтез. К середине мая 1989 года сотни тысяч протестующих находились на площади, объявив голодовку и требуя диалога с властями фото, АП. Операция по вытеснению с площади началась утром 3 июня. Сначала невооруженные солдаты были отброшены и не смогли войти на площадь фото, АП. 3 июня поздно вечером в Пекин вошли армейские подразделения с танками, которые встретили вооруженное сопротивление. Начались вооруженные столкновения фото, Мройтез. Перед началом подавления армии и демонстрации все больше и больше людей прибывали к площади, чтобы остановить военных фото, Мройтез. Протестующие поджигали танки и бронетранспортеры, делали из них баррикады, стремясь закрыть подступы к площади. Всего демонстранты сожгли более чем 20 бронетранспортеров и других транспортных средств фото, АП. На их действия солдаты отвечали стрельбой, а также били протестующих деревянными палками с гвоздями фото, Мройтез. Участники демонстрации захватывали водителей танков и солдаты избивали их. Комментируя слова главы американской дипломатии, пресс-секретарь МИД КНР Гэньшуан назвал их безумными бреднями и абсурдной болтовней, которые найдут свое место на свалке истории. Под предлогом защиты прав человека он своим заявлением грубо вторгся во внутреннее дело Китая, атаковал наш строй, очернил внутреннюю и внешнюю политику, гневно заявил Гэньшуан. Китайское правительство и народ много лет назад вынесли вердикт событиям в конце 1980-х. Последние 40 лет политики реформ и открытости КНР наслаждалась быстрым экономическим и социальным прогрессом, развитием демократии и власти закона, расцветом культуры и значительным улучшением качества жизни. Права человека в Китае переживают лучший период в истории. Суть китайского отношения к событиям предельно кратко изложил в воскресенье на Сингапурском форуме диалог Шангрила министр обороны КНР Вэй Фэнхэн. Этот инцидент был актом политической нестабильности, и центральное правительство приняло меры, чтобы остановить беспорядки, заявил он. Это была правильная политика. Прошедшие 30 лет доказали, что Китай идет верным курсом. В китайском Гонконге, который перешел под юрисдикцию КНР лишь в 1997 году и до сих пор сохраняет значительную степень автономии, вечером 4 июня мирно прошла массовая церемония памяти. Десятки тысяч людей вышли на набережную и в парке, держа в руках зажинные свечи. Активисты принесли на акцию копию статуи богини о демократии, которую китайские протестующие в 1989 году построили на площади Тиньяньмень. Что события на Тиньяньмень принесли современному Китаю читать далее. Субтитры создавал DimaTorzok